В своем докладе я остановлюсь о хирургическом лечении экстрапирамидных расстройств, в основном лечении болезни Паркинсона. И я вначале хотел бы описать все методы, которые на сегодняшний день используются в зарубежных клиниках, и потом поделиться некоторым нашим опытом. Конечно, я буду говорить только о хирургическом аспекте лечения болезни Паркинсона. И понятно, что залог нашего успеха состоит из двух основных ключевых условий. Это первое, естественное сотрудничество с неврологами, нейропсихологами, а в дальнейшем я бы добавил нейро-реабилитологов, нейрофизиологов, радиологов, которые позволяют нам сформировать правильные показания к хирургическому лечению. Выбрать оптимальную цель, как говорят, таргет вмешательства, и затем в дальнейшем наблюдать этих пациентов. Потому что понятно, что метод хирургии в любом случае относится к симптоматическому лечению, он не решает все задачи, и его основная цель только убрать некоторые симптомы заболевания, в основном моторные, что может позволить улучшить качество его жизни. Вторым условием является для нейрохирургом исследование и восприятие современных достижений радиологии, нейровизуализационных методов, компьютерных технологий, которые значительно позволили в последнее время улучшить качество проведения операции, улучшить прогноз. И в этом аспекте основную роль, конечно, ведущим локомотивом идут нейровизуализационные исследования. И оно показано на протяжении последних, наверное, всех 130 лет или сколько времени, с момента создания радиологии в медицине, как оно быстро, только появляется что-то новое, сразу же нейрохирургии, нейрофизиологи подхватывают это и стараются максимально быстро использовать. В 1995-1995 году только было изобретено рентгеновское излучение, и уже через полтора года французы показали, продемонстрировали, это было в журнале «Стритфон», опубликованные врачи, использование рентгеновских лучей не только в выявлении народных тел в мозге, а с целью определения локализации его. Они использовали такой прототип стереотоксической рамки, использовали профессионального фотографа, который это делал. То есть уже сразу же сходу старались применить эту методику в медицинскую практику. И все основные достижения современности радиологии, они оказали не только на нейрохирургии высокий вклад, но и на всю медицину, что показано, что это оценено всем миром, всем медицинским сообществом, не только медицинским. Только новое – это данные, когда получали Нобелевскую премию. Рентген получил в 1905 году, единственный, кто за открытие вентрикулографии не получил Нобелевскую премию, Денди, так за проведение ангиографии. Монец получил Нобелевскую премию, за открытие компьютерной томографии в 1971 году Хансфилду была присуждена, и за, тут год немножко перепутан, получена тоже Нобелевская премия. То есть эти все факторы активно влияют на наши операции, потому что при лечении экстрапирамидных расстройств в основном речь идет о стереотоксических операциях. Конечно же, раньше проводились и не стереотоксические операции, но это уже такой исторический аспект. И очень важный фактор, который в этом историческом плане состоит, что все эти стереотоксические операции делятся на два вида – аблетивные, деструктивные и нейростимулирующие. И важным компонентом является то, что все считали, что нейростимуляция – это новая, это аэробинобида, которая появилась в 1987 году. На самом деле у них оба общего. Обе методики начались с психохирургии, и обе методики начались развиваться в 40-50-х годах. По утверждению этому, это первая публикация использования стереотоксических операций нейрохирургами из Филадельфии, которые использовали первой публикацией, считается первой проведенной операцией в 1947 году. Они использовали ее юст в психосерджерии. Они использовали деструкцию медиальных отделов талямуса для решения проблем двигательных. Их основная публикация программная, которая вышла в Вайса и спиджила в 1950 году, также посвящена талямотомии при ментальных психохирургических расстройствах. В использовании только в 1952 году было на предыдущем слайде показано, уже проведенная первая нейрохирургами из Фрайбурга, провели первую операцию по поводу лечения болезни Паркинсона, деструкцию. Электростимуляция. Пионером электростимуляции есть выдающийся врач нейрофизиолог, философ из Янского университета Делгада. Я очень обращаю внимание, кому интересно, вот эта его книга вышла, посвященная ему. Это «Забытая эра мозговых чипов». Еще в 1952 году он впервые применил электростимуляцию и также изучал ее свойства, ее активность на психическое состояние пациента. Это фотография с его женой Каролиной. Она работала вместе с ним, нейрофизиологом, в их лаборатории. Они проводили как экспериментальные исследования на животных, так и электростимуляция в «Забрейн». Тоже вышла в Америке монография, которая рассматривала различные аспекты влияния нейростимуляции на головной мозг. Пионером и первым человеком, который провинил электростимуляцию с целью лечения болезни Паркинсона, является Бехтерева Наталья Петровна. Эти данные были только понятны где-то через 15-20 лет, учитывая то, что они не были публикованы в англоязычных журналах, лидерство передавали многие годы другим авторам. Но на сегодняшний день всеми признано, что она еще в 1963 году была первая ее статья в советских журналах, где она показала. И вот на зарубежном, только она уже в 1973 году вышла ее на английском языке, где она использовала современную высокочастотные импульсы для лечения болезни Паркинсона. Кому это интересно, есть хорошие две публикации, вышли в 2010 году лондонскими нейрохирургами-неврологами. Это история Deep Brain Stimulation до современной эры. Это одна работа. Интересное название второе. Они назвали ее Deep Brain Stimulation for Movement Disorders Before Deep Brain Stimulation for Movement Disorders, где они вот эти исторические аспекты очень хорошо описывают. Профессор Харрис с профессором Ламштейном. Еще один исторический факт – это показатель работы клиники французской. То есть, конечно же, как только установили и появилась высокая эффективность этих операций стереотоксических, в основном это были деструкции, их очень большое количество оперировали. В Фрайбурге есть фотография, где десятитысячный пациент датированная, 1972 годом, я не успел ее подготовить. И количество, конечно же, операций увеличилось на примере одной клиники, но с эрой начало применения препаратов Левдопы все пошло, конечно же, уже определили более эффективную и безопасную методику, и количество деструкций стереотоксических операций уменьшилось. Новая эра началась в 1987 году, считается, это когда профессор Бенабид и невролог Полок опубликовали свою первую работу о высокочастотной стимуляции промежуточного ядра талямуса с целью лечения. Конечно же, это было по достоинству воспринято, и на сегодняшний день это считается ведущим методом хирургического лечения болезни Паркинсона, торсионной дистонии и некоторых других, эссенциального тремора, других двигательных расстройств. Это было признано всемирным сообществом, и в 2014 году в октябре Бенабид получил Ласкер премию, а это считается одна из ведущих, самая ведущая премия в медицине, и по статистике больше 80% кто ее получает, затем получает Нобелевскую премию. То есть это еще раз акцентирует внимание о том, насколько это востребовано и оценено всем мировым сообществам. Акцентирую внимание еще раз, что нейромедуляция все-таки относится до симптоматического метода лечения. И ее аффект основывается на том, что нейроны вызывают функциональные изменения, эта стимуляция вызывает функциональные изменения в нейронах, которые приводят к изменению функций их. До конца механизм нейростимуляции не совсем ясен. Есть разные теории, основанные на различных экспериментальных моделях животных. Но я там покажу, какие основные механизмы действия электростимуляции. В принципе, эта методика одобрена неврологами, всеми основными неврологическими, нейрохирургическими обществами. И в принципе, вот в этом слайде представлены, в основном, вот очень коротко и емно представлены те возможности, те рекомендации, которые вот институт НАИСА рекомендует проведение стимуляции. Акцентируется внимание на том, что прежде всего стимуляция показана пациентам, которые имели определенный эффект от медикаментозной терапии, особенно на леводопу. Это первый ключевой тоже фактор, которым уже можно рассматривать этих пациентов как потенциальных кандидатов для хирургического лечения. Не рекомендуется стимуляция тем пациентам, симптомы которых хорошо контролируется медикаментозной терапией. То есть рассматривается вопрос только первый ключевой критерий, это неэффективность медикаментозной терапии и наличие побочных эффектов. Но в данном случае обоксинтирования, они не выделяют, что только наличие побочных эффектов от медикаментозной терапии является ключевым критерием. То есть все-таки они соединяют их. Малоэффективность или неэффективность медикаментозной терапии даже при отсутствии побочных эффектов. И также наличие побочных эффектов дает. Ну и вот это подтверждение этих слов, что считается рассматривать вопрос о стимуляции для пациентов, у которых симптомы адекватно не контролируются медикаментозной терапией. Вот это главный фактор. Какие оптимальные кандидаты для глубинной мозговой стимуляции? Прежде всего, самый главный фактор – это точно установленный диагноз болезни Паркинсона. Второй – это относительно молодой возраст пациентов. Третий – относительно непродолжительное продолжение заболевания. Допочувствительные, то есть это хороший эффект на льдопотерапию. Тогда мы можем ожидать позитивный эффект от операции. Отсутствие нарушений речи, нормальное состояние головного мозга. То есть имеется в виду отсутствие выраженных атрофических изменений, гидроцефалии, выраженные сопутствующие какой-нибудь патологии, потому что кагулопатия, сахарный диабет – эти факторы прогностически являются неблагоприятными. Отсутствие выраженных когнитивных, не выраженных, а вообще когнитивных расстройств и поведенческих расстройств. Очень важные факторы – это то, что нормальная обстановка в семье, когда мы уверены, что этот пациент сможет обслуживать этот стимулятор, потому что если деструкцию мы провели, мы можем отпустить пациента, и о нем, в принципе, не беспокоиться, то стимулятор, пациент повинен понимать, как пользоваться своим программатором, как можно изменять параметры стимуляции. Это все большое значение имеет. И, конечно же, реалистические ожидания от самой операции, чтобы эти ожидания не были такими завышенными, и что совсем все будет как бы хорошо. Что здесь? Ну, мишени для имплантации. Мишени много на сегодняшний день. Методиков и методов стимуляции также много. Но я на данном слайде перечислил 5 основных ядер, таргетов, которые используются при хирургическом лечении эпилепсии. Прежде всего, это субталемическое ядро. Наиболее частая структура, которая в 1993 году была рекомендована на основании экспериментальных работ и один из ведущих нейрохирургов, ученых, кто это рекомендовал, близкий друг нашего отделения, профессор из Оксфорда типа ОАЗИС. То есть стимуляция субталемического ядра позволяет нам снимать все основные ряды симптомов. Это тремор, ригидность и брадикинезию. И процентов, даже больше 70% пациентов используют двустороннюю электростимуляцию. GPI – это внутренний сегмент бледного шара. Когда используется это ядро? GPI как таргет используется чаще всего, когда пациенты в клинической картине болезни преобладают выраженные леводопо-вызванной дискинезией. Она считается, эта структура, также дает хороший эффект на уменьшение гипокинезии, но в то же время основной ее критерий для проведения такой операции – это именно леводопо-вызванная дискинезией. ВИМ – это уже там были коронарные срезы, это сагитальные срезы, вы видите, то есть это переднее, заднее ядро и промежуточное ядро талямуса, латеральное ядро талямуса. ВИМ рекомендуется при выраженной, при обладании тремора, а также рекомендуется при наличии у пациентов с эссенциальным тремором. Это считается оптимальной мишень для введения имплантатов. PCA – это задняя posterior sub-talamic area или зона инсерта, как ее рекомендуют. Это новая структура, которую активно стали использовать на протяжении последних 5-7 лет. Немного центров ее делают. Она очень хорошо контролирует стимуляцию этой зоны, хорошо контролировать тремор. Тремор как эссенциальный тремор, так как тремор при болезни Паркинсона, так и multiple tremor даже при рассеянном склерозе. У нас в данной структуре оперирована одна пациентка, имплантирована система с эссенциальным тремором с хорошим эффектом. И PPN – это понтампонтийное снуклеус ядро. Тоже достаточно нечасто используется операция. И как раз то, что мы говорили, что если противопоказание к имплантации систем для стимуляции субталемического ядра является постуральная нестабильность и порушение ходы, походки, то вот как раз PPN позволяет значительно улучшить состояние этих больных. И в протяжении, наверное, уже последних 7-8 лет количество пациентов, которые имплантированы на данной системе, значительно увеличивается. Так, что у нас о результатах. Ну, это результаты рандомизированных исследований, представленные Американской академией неврологов. Показано, что это исследования класса 4 проведены. Общее улучшение UPDRS моторной функции после имплантации это ядра STN увеличивается где-то по UPDRS улучшения. Также следует отметить при этом что уменьшение количества препаратов дозы леводопа от 20 до 60 процентов разные исследования. Ну, в среднем 50-45 процентов. И дискинезии уменьшаются. Там я уже не буду возвращаться. Тоже все-таки нужно возвратиться. Что значительный регресс дискинезии на 58 процентов. на 86 процентов. То есть вот это основные ключевые факторы, которые влияют на улучшение качества жизни пациентов, которых тестировали по PDQ 39 шкале. Результаты лечения представлены при стимуляции GPI ядра. Тоже проведено класс 3 исследования, не 4 класс. раз мультицентровое исследование показано, что в общем улучшение моторных функций по шкале PDRS на 33%. Дневная активность увеличивается тоже практически на 35%. препарата вы знаете эту шкалу. Увеличение времени действия препаратов с 28 на 64%. Это очень существенные данные. Время дискинезии уменьшается с 35 с 1 треть до 12%. И тайм-офф недействия препарата такое, что значительно уменьшается. То есть основной позитив от имплантации стимуляции GPI это значительное уменьшение дискинезии, как я говорил ранее. второй фактор, что конечно же двигательная активность моторная улучшается. Хотя в Диводопе не показана достоверность, что значительное снижение препаратов в Диводопе пришлось. ну это все хорошо, но как бы не все так хорошо всегда бывает. Поэтому есть и осложнения при этой операции, поэтому мы очень так внимательно относимся. Они делятся на три основные виды. Это хирургические, связанные с проблемами имплантирующей системы и непосредственно связанные с самой стимуляцией. Хирургические осложнения. Это возникает 2% локальной ишемии, когда вводится электрод. Второе это внутримозговое кровоизлияние, которое может быть тромбоэмболия легочной артерии, эпилептические припадки. На сегодняшний день летальность уже составляет 0,5% считается. В принципе она сведена в последние годы, в последних публикациях. Более важные, более проблемные ситуации это связанные самой проводник. Потому что как вы знаете система состоит из внутримозговых электродов, которые имплантированы в те ядра, которые мы выбирали, которые мы сейчас обсуждали, генератор, который подшивается под кожей и проводник, который их соединяет. Три основных компонентов. И конечно же самое коварное это инфекционное поражение этой системы. Она независимо от центра, независимо от количества проведенных операций, очень высокий Северная Америка, Европа, высокие цифры инфекционных осложнений. Это нужно пациентам объяснять, предупреждать, потому что потом для них это новость. Конечно же в нашей стране если такое происходит, у нас один пациент был, это трагедия, потому что пациенты выбивали деньги, у нас нет пока государственной поддержки. За рубежом это решается проще, вытащили систему на две недели или на месяц антибиотики, поменяли систему и вопрос как бы закрывают. Подкожная сирома в месте имплантации, но это не коварное осложнение, это просто через уголки прокол делается, аспирируется это сирома. А более важно это миграция и разрыв проводников или электродов. Бывает неожиданное отключение этих генераторов и пообъяснить причину как бы не можно. Одним словом, вот эти осложнения приводят к тому, что порядка 3-4% больных приходится со временем реимплантировать всю систему. Вот это мировая статистика такая. И конечно же связанные осложнения, которые нужно обговаривать и стараться их спрогнозировать наличие. Если риски высокие, то таким больным не рекомендовать эти операции. это связано непосредственно со стимуляцией, когда вся система функционирует идеально, идет стимуляция, но тем не менее она может вызывать дискинезия, это как гипер, идет как стимуляция, дистонии, нарушения походки, увеличение массы, гиперсоливацию, дисфагию. Обсуждается также где-то в процентах от 5 до 8% по разным данным. Некоторые пишут больше, некоторые меньше. Это психогенные нарушения. Все они в принципе связаны со стимуляцией только субталемического ядра. То есть когда идет стимуляция ядра GPI или зона инсерта или VIM-ядра, таких осложнений не является. Но тем не менее не бывает мания. Чаще всего гиперактивные нарушения импульсивного контроля, когда пациенты в эйфории могут возобновить или начать в казино какие-то азартные игры. Это все как раз такое бывает. Хороший пример было приведено в статье неврологи в 2006 году, когда пациент страдающий болезнью Паркинсона параллельно он очень любил рисовать. И вот такой у него был стиль рисования. Такие пейзажи, дома так было. И через три месяца после имплантации он на повторную консультацию и принес доктору свои рисунки. То есть тематика немножко поменялась у него. И он уже в какой-то мере тонко характеризует вот эти состояния, возможные побочные эффекты. Может быть для семьи это не совсем побочные. Не знаю. вот для того чтобы избежать каких-то вот этих всех моментов конечно же сейчас ведущую роль играет новая система новая синтези уже изобретены системы для эти электроды называется директ стимуляция. То есть прямо идет вот например 8 контактов и мы можем по каждому контакту выбирать какой давать стимул и силу силы. Если раньше был просто шел один электрод на все то вот на каждый контакт свой мы можем задавать силу здесь 5 ампер здесь 2 ампера и мы можем таким образом формировать поле стимуляции что нам что нам позволяет в принципе добиться максимального эффекта и в избежать избежать тех возможных побочных моментов которые бывают при стимуляции можно ставить монополярную биполярную стимуляцию вот это то что современные технологии которые на сегодняшний день уже используются применяются эти электроды мы в этом году стали использовать у нас уже 6 пациентов имплантированы такие системы это достаточно такой современный подход решения этой ситуации компания сенжус пошла другим путем они тоже они тоже создали электрод который можно стимулировать разные стороны то есть не то что идет как четкая сфера по стимуляции а они может контакты направлены нажимает он будет вот эта сторона сейчас стимулирует вы видите вот ядро как субталлимическое больше два контакта дает вот так стимулирует чтобы максимально поле стимуляции покрыть может она чтобы максимально покрыть поле стимуляции субталлимического ядра вот вот это тоже как еще одно решение данной проблемы вот ну пока в Украине сен-джуд компания не поставлена другой способ решения ситуация если раньше этих систем хватало на 3-5 лет для стимуляции то на сегодняшний момент и нужно было потом заменять этот генератор который подшивался в груди и это в самом деле проблема психологическая для пациента потому что он всегда зависим он знал что ему нужно какое-то время прийти провести повторную операцию то сейчас уже разработаны генераторы которые вот это зарядное устройство у него просто лежит как на телефоне заряжено и потом раз в неделю или раз в две недели одевается такой здесь у него груди подшит генератор здесь просто грузок противовес и ему просто нужно посидеть там около телевизора два часа и он заряжается на две недели и такой системы уже на сегодняшний день хватает на 10-25 лет потому что у нас сейчас самом деле проблема я позже скажу у нас 9 пациентов апеллирован с болезнью Паркинсона у них тогда они это все оплачивали самостоятельно эти системы покупали и у троих у них уже генератор практически у двоих полностью уже выяснится как говорят и проблема они не могут себе позволить на сегодняшний день купить заменить его то есть вот это решение этой ситуации а особенно это решение ситуации для пациентов детей или молодого возраста который пострадает арсионной дистония когда мы прогнозируем мы проводим эти операции в 16-25 лет то есть мы понимаем что продолжительность жизни еще высокая если каждые 3-5 лет менять эту систему то конечно же это плохо другое решение то есть это мы говорили о стимуляторах о генераторе это мы говорим о планирующей станции современная планирующая станция позволяет значительно улучшить нам выработок таргетинг то есть расчет координат мишени мы уже в нашу станцию можем в 3D реконструкции использовать трактографию использовать на слайве снимки тракты четко понимать введение зоны куда мы хотим имплантировать электроды траекторию введения для того чтобы избежать сосуды которые проводятся и это очень важный и существенный помощник который ускоряет проведение операции и улучшает ее точность еще один фактор это микрорекодинг это то что проводится то есть с одной стороны как бы мы на компьютере за помощью снимка не рассчитывали не рассчитывали нашу мишень введения электродов лучше всего когда интероперационно мы вводим еще микроэлектроды и записываем электрическую активность этих ядер и с одной стороны это позволяет еще более точнее локализовать данное ядро вот к примеру как это происходит вот этот центральный электрод вот в середине который у нас намечено введение траектории мишень по как мы рассчитали на планирующей станции и еще с четырех сторон вот такие два миллиметра вокруг него еще такие мы можем проводники провести то есть мы помимо этого основного мы проводим микроэлектроды замеряем электрическую активность все-таки какой стороне оно лучше и там где мы получаем больше сигнал от ядра там мы добиваемся туда мы уже имплантируем настоящий электрод это также как бы методика которая поможет нам правильную локализацию из наших 19 операций 10 операций были проведены с использованием микрорекодинга ну и как бы я не рассказывал это легендарная фраза отца стереотоксической нейрохирургии основателя который создал гамма-наев Лексел Ларс Лексел что бы мы не использовали но если дурак с хорошим инструментом все равно станется дураком поэтому тут нейрохирурги часто на конференциях и старшие и младшие повторяют легендарный этот его форизм и призывают всех прежде всего к познанию с другой стороны есть ренессанс аблятивных операций и этого тоже никуда не уйдешь это относится к стандартным стереотоксическим радиочастотным операциям радиохирургии фокусной ультразвуковой абляции то что мы вчера слушали и лазерной термальной абляции этому подтверждение есть много работ проспективные исследования одно слепое проведенное гамма-наш таляматомии для тремора эта работа проведена в 2015 опубликована вот показано как клиника Марсель использует проведение хирургического лечения для тремора как у них значительно возрастает количество операций ежегодно то есть ежегодно проводится больше 120 аблятивных операций с использованием гамма-ножа то есть это в самом деле я говорю о том что это не вчерашний день это то что используется в настоящее время в ведущих клиниках ну это признаки как изменяется после таляматомии проведенная эффект наступает не сразу какая идет тенденция очага деструкции на протяжении двух лет после радиохирургии методика фокусной ультразвуковой абляции то что вчера говорили конечно же это очень современная такая как ноу-хау методика она очень сейчас широко лоббируется как для нейрохирургов так и для неврологов потому что преимущество этой методики является то что она так же как и гамма-нож неинвазивная и пациенты с радостью на нее идут первое уже прошло пилотное исследование после за ним пошло уже мультицентровое рандомизированное исследование опубликовано весной этого года показана высокая эффективность его при эссенциальном треморе и после работы используют данные методики при болезни паркинсона то есть какими ее преимуществами условиями ее проведения это то что больной должен быть четко полностью выбрит чтобы налысо чтобы ультразвук проходил не очень толстая кость должна быть и кожа ну и занимает это определенное время то есть это идет фокусированное как гамма-нож в принципе как гамма-нож идет лучи как гамма-найф а это так ультразвуковые лучи то есть также стереотоксическим способом калькулируется ядро талямуса и температура нагревается до 54 градусов и вот 54 градуса это считается критическим когда уже происходят необратимые изменения в нейроне интероперационно конечно пациент тестируется и в принципе хороший эффект сразу же после этой процедуры она практически амбулаторная пациент идет домой на сегодняшний день в мире 24 центра эта компания с Израиля создала его в Европе насколько я знаю 9 центров 2 в Испании 2 в Швейцарии в Швеции есть еще где-то в Москве в Москве ультразвуковая они открыли в прошлом году и в принципе начали ее использовать в институте Бурденко на сегодняшний день уже прооперирована данная методика 450 пациентов и в основном это для эссенциального тремора ну и болезни Паркинсона только пилотные исследования прошли ну опять же когда стали позиционировать что это самое новое то в самом деле это не так оно и есть по жизни потому что ультразвуковую облучение паридофунгальной зоны еще провели эта публикация была за 1959 год то есть новое это хорошо забытое старое тут показано что 11 пациентов с болезнью Паркинсона были прооперированы и один с серебральным параллельчом вот ну лазерная абляция это метод который сейчас широко используется при эпилепсии гаммартомы при деструкции деструкции гиппокампа и сейчас идут работы которые указывают на его использование в возможном использовании при лечении болезни Паркинсона ну и стандартные операции радиочастотной деструкции которые проводятся постоянные курсы возвращаются к этой методике учитывая ее доступность недороговизну хороший эффект проводятся всемирные курсы в Токио в Лондоне последний курс три недели назад закончился в Гарварде где мы презентовали наши результаты нашей работы то есть это тоже не втрачает как бы своей актуальности ну и коротко потенциальные кандидаты к аблятивным это высокий прогноз у которого пациента может быть осложнение после имплантации ДБС это относительно пожилой возраст как гулопатия сахарный диабет доминирование тремора это самый хороший эффект который не случайно это больше рекомендовано при эссенциальном треморе и также нежелание больного местом теле имплантированную систему это не раз мы встречали такое не раз пациенты отказываются особенно вот эти факторы являются одним из ведущих странах в Японии где практически пациенты боятся выводить системы и это у них какая-то уже пошла психологическая проблема что сейчас наоборот объясняют что это все-таки безопасно но больше они склоняются к проведению проведению деструкции теперь коротко наш опыт ну история первая операция стереотоксическая была проведена в 59 году директором института ребенок профессором Арутюновым затем он своего молодого сотрудника Лапоногова направил Кандилю в институт Бурденко в Москву и активно стали заниматься этой проблемой в нашем институте и в принципе первое отделение было создано уже в Европе отделение функциональной нейрохирургии которое четко специализировалось на операциях стереотоксических лечениям болезни Паркинсона и других экстрапирамидных расстройств болезни и эпилепсии на сегодняшний день Виталий Иванович Сымбалюк как бы курирует нашу клинику потому что он как и ученик Олег Александрович это в принципе одна из последних фотографий юбилея Олега Александровича когда ему вспомнилось 80 лет хотел бы отметить что тогда же у нас в институте как-то мало кто об этом знает неуверен что сотрудники института что тогда проблемы нейростимуляции в институте нормально рассматривались и были доложены результаты на первом всероссийском конгрессе нейрохирургов применение вжильных электродов при эпилепсии при болезни Паркинсона тогда не ставился вопрос но эти работы начались еще 68-67 года первые пациенты которых имплантированы системы для длительной стимуляции мозга и они стимулировали как длительные стимуляторы мозжечка так и миндалины и гиппокампа то есть это тоже как бы в свое время мы были не худшими коротко значит современная эра началась в 2008 году когда был приехал типу Азиз и мы провели с ним первые операции радиочастотной деструкции и на сегодняшний день в начале мы проводили очень большое количество операций при болезни Паркинсона и эссенциальном треморе сейчас их количество заметно уменьшается связано это с тем что конечно же мы ожидаем что все-таки пациентам будет возможность проводить имплантации нейростимулирующей системы из этих пациентов я думаю больше чем 95-96% можно было бы рекомендовать имплантацию нейростимулирующей системы но ввиду отсутствия их возможностей мы не могли это провести коротко это наши данные то есть в основном это пациенты оперированы в возрасте между 50 и 70 годами это по возрасту ну это представлены расчеты вот ядра В и М ядра это вот внутреннее бедро хорошо видно заднее бедро внутренней капсулы это ядро рассчитывается GPI которая для палидотомии это расчеты ядра субталемического ядра для СТН что какое одно из преимуществ операции деструкции что во время их мы всегда проводим тестовую макро стимуляцию и мы тоже определяем электрофизиологически вот включили тест насколько электрофизиологически мы правильно соответствуем данной зоне то есть мы можем всегда исправить моменты вот это сейчас включена макро стимуляция выключается и подтверждается что тремор возобновляется опять стимуляция включается и только после того как мы несколько раз проверим что на тестовой стимуляции идет регресс симптоматики после этого мы можем уже планировать этот переключатель режим тестовой стимуляции в макродеструкцию коротко это регресс симптомов наибольшие наверное на результатах останавливаться не буду но он дает достаточно хороший эффект двигательной активности но в то же время есть и осложнения которых к сожалению бывает это и гемерогия и локальная ишемия два пациента из той когорты больше 600 погибли но они погибли это в течение первых двух лет наших операций уже последние 6 лет у нас летальность ноль современная эра это началось когда мы в 2012 году сделали первые имплантации стимулирующей системы на сегодняшний у нас опыт 19 пациентов вначале мы имплантировали систему метроник это то что вот как это работает микрорекординг это представлены наши больные что 8 с болезнью паркинсона один эссенциальный тремор 6 первичная дистония 2 вторичная дистония это средний возраст больных 4 пациентам мы реимплантировали генераторы которые были ранее оперированы не в Украине это видно как старая модель генератора кинетра и какая современная модель актива болезнь паркинсона вот то чтобы я хотел на этот слайд акцентировать и тут уже на обсуждение насколько правильно насколько неправильно было тут я отмечу что практически все эти пациенты консультировались с участием неврологов в кафедре неврологии КМОПО и некоторые пациенты с вами белолипецкие вот то есть средний возраст пациентов он был бы 60 лет но у нас один больной есть который молодого возраста это отдельная история с ювенирной формой эпилепсии среднее продолжительное заболевание 8 лет все они принимали леводопа один просто до операции за 2 года уже ее ввиду побочных эффектов гастроинтерстинальных отменил продолжительность леводопа терапии практически 7 лет то есть видите всеми назначали сходу через год после начала дебюта заболевания леводопа средняя доза леводопа у 5-7 были моторные флюктуации дискинезии и продолжительность дискинезии 2 года была средняя в принципе болезнь паркинсона это очень благодарная операция очень хороший эффект у всех мы отметили полное прекращение тремора ригидности значительно регрессировала симптомы гипокинезия но у двоих больных недостаточно на ней так дальше конечно же у нас были осложнения серома возникла у двух пациентов разрыв и дислокация вот здесь видно разрыв системы электродов у двух больных возник и они оба требовали повторной реимплантации электрода инфекционное осложнение у одного пациента после повторных операций после повторных замен генератора на третье замене генератора у него очень большие параметры стимуляции стояли не давало эффект депрессия гипергидроз это у одного пациента возникли причем очень тяжелая депрессия была он в психиатрической больнице но справился с этим она развилась через 6 месяцев после операции но сейчас он компенсирован этот пациент ну это то что вот эти новые операции которые мы начали с этого года производить мы раньше использовали рамку компьютерную станцию бренла метроник сейчас бренла она значительно позволяет нам четко показать это зона инсертов пациента расчеты визуализировать мишень введения электродов провести контроль после операции насколько мы можем сфузить послеоперационной кт-снимки изначально запланированной станции использование рекординга нам в принципе из 10 больных нам позволило в 4 пациента все-таки изменить изменить локализацию введения электрода которую мы изначально планировали на станции это достаточно хорошая методика сейчас вот это мы еще за 5 миллиметров до места введения мы видим как это два электрода дополнительных введены это интактные зоны оно еще не дает сигнала и как только мы приблизимся то есть мы каждый раз начинаем записи с 10 миллиметров до введения и продвигаем эти генераторы эти электроды на 0,25 миллиметра то есть настолько четко и вот сейчас мы видим что мы находимся за 1 миллиметр 280 сотых до нашего мишени и сейчас вы четко увидите картинку палец GPI ядра вот его какая активность идет то есть это нам также позволяет определить место введения имплантированной системы очень важный аспект который нам сейчас помогает особенно когда мы стали вот эти новые системы это мульти дисциплинарный подход и очень хорошая сервисная и подход то есть во время этих операций приезжал с компанией альфа-омега которая нам помогала микрорекординг проводить это специалист приезжал с Мюнхена который бренлаб станцию нам инстеллировал специалист из гданска нейрохирург который имеет опыт с этими системами это наша первая операция специалист от бостон сантефик специалист с Украины то есть очень важно для хирургов вот эта поддержка со всех сторон именно техническая не менее важно когда следующая фотография будет так же мы должны с неврологами стоять они должны быть в операционной и так же нам помогать это делать но это то с чем мы столкнулись последние вот эти шесть операций в этом году потому что ранее у нас в принципе не было никакой поддержки и мы там все должны были технической на свой это первая система Бостон имплантируется и сразу же после того как она имплантируется мы должны проверять насколько все контакты работают насколько вся система это звено целое и видите счастливых врачей вот короткое заключение значит стереотаксис это достаточно хороший аргумент для лечения для лечения экстрапирамидных расстройств для определения анатомической мишени должен быть многошаговый определение этой мишени это включается прежде всего клиническое понимание какой таргет вы хотите электрофизиологическое анатомическое современное мрт мра и использование трактографии и электрофизиологическое и конечно же все вот это мультидисциплинарный такой подход оно уменьшает вероятность возникновения побочных эффектов и неправильной операции ну конечно же с одной стороны чем меньше шагов тоже это как бы лучше ну и важный фактор фактор что нейрохирург конечно должен быть хорошо обучен и тренированный в системе то что он собирается проводить понимать и аудит самих нейрохирургов самого центра также должен проводиться как другими нейрохирургами так и нейрологами потому что когда она концентрируется в одном месте то это и без какого-то аудита контроля то это тоже в дальнейшем будет способствовать ну нехорошим результатам ну и наши пути как мы видим улучшение последний слайд улучшение этой помощи в Украине что прежде всего залог успеха состоит в улучшении качества возможно создание генерации новых молодых нейрохирургов неврологов которые должны быть обучены этой методике которые должны взять опыт со старшего поколения с опытных врачей с опытных нейрохирургов так и неврологов которые должны понимать какие методы могут быть использованы для лечения того или иного заболевания нервной системы а для этого сейчас возможности тренинг курсов стажировок у нас открываются большие в институт в этом плане очень передовой у нас ну не только по стереотаксису но это очень поощряется это приветствуется это это лоббируется у нас ну ежемесячно 2-3 молодых нейрохирурга где-то проводят или в Японии или в Турции или в Сент-Луисе или в Европе там по скалбейс нейрохирургии по нейротравме по сосудистой по функциональной то есть сейчас идет такая вот новая генерация врачей которая нам позволит потом сделать это лучше но наше мнение что современные протоколы также влияют если их правильно придерживаться то это поможет улучшить корректно но все-таки четкая критика тех методов которые которые уже не используются или которые на сегодняшний день это в принципе больше касается даже не не экстрапирамидных расстройства болезней а эпилепсии у нас все-таки еще есть в этом некоторые проблемы и сотрудничество как с международными различными и клиниками и обществами и центрами и конечно же возможности покупать определенное оборудование использование и государственное но на них как бы не совсем много надежды а международные гранды многое мы даже для этого покупали через ebay но как как получается и активная пропаганда эффективности необходимости впроваджения этих всех методик в украине потому что если все будут молчать то никто тогда ничего нет благодарю за внимание это наш коллектив нашего отделения все врачи достаточно молодые спасибо я думаю что мы наверное все согласимся войти такими-то гранями мультидисциплинарную команду Константин Романович и все что касается улучшения наших взаимоотношений в плане понимания образования и в самой проблеме экстрапирамидных заболеваний болезни Паркинсона в частности и постижения аспектов включения пациентов в возможные нейрохирургические методы лечения это будет очень важно и мне очень приятно что формат этой конференции я думаю что это будет так всегда когда мы будем собирать конференции по экстрапирамидной патологии Татьяна Николаевна да и в Харькове да и Людмила Антоновна да мы обязательно будем работать вместе с ведущими специалистами в нейрохирургической помощи нашим пациентам если конечно Константин Романович будет делать то что он тут сказал нужна инициатива и знаете давайте-давайте будем работать тогда что-то будет а если будем думать что кто-то за нас что-то сделает то будем на месте стоять поэтому на месте ни шагу только вперед и только вместе а як вы виносятесь до того приказа министерства шо на яких протоколев какими вы пользуетесь просто я знаю я говорила с вашим директором я перейду на русский язык я говорила с вашим директором и сказал что на сайте института нейрохирургии вывешены протоколы которыми вы должны пользоваться а вот какие вы имели ввиду здесь протоколы у нас есть протокол локального института нейрохирургии есть аж протокол который создали неврологи который утвержден был рекомендации это то есть это просто рекомендации это не протоколы потому что сейчас нет я как вот доктора так или нет спасибо большое за очень интересный доклад Константин Романович и я уверена что Константин Романович имел ввиду международные протоколы мы ориентируемся сейчас на международные протоколы которые являются гайдландами они не называются протоколами они называются настановами и в основном мы их берем сейчас в основу нашей работы уважаемый крик у меня два комментария во-первых про протоколы и рекомендации я согласен что это примерно одно и то же поэтому только с разной степенью браво 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 примерно с разной степенью подробности вот поэтому я думаю что здесь не надо делать акцент протоколы это все филологические проблемы второй комментарий заключается в том что успех нейрохирургического лечения в решающей степени конечно никто не умаляет заслуг хирургов потому что техника должна быть исключительно на уровне но успех определяется неврологами мы в большей степени сейчас работаем с институтом Бурденко мы поняли что проблема не в том чтобы прооперировать а в том чтобы больного вести после операции то есть надо подобрать параметры стимуляции надо подобрать новое лечение потому что фактически пациент совершенно по-другому реагирует на те препараты которые он раньше принимал совершенно на другие дозы на другую схему терапии это в значительной степени должен делать невролог то есть вот у нас например больные оперируются в Москве большинство а потом он едет во Владивосток и в Владивостоке есть невролог который умеет настраивать стимулятор который умеет имеет опыт настройки схемы терапии то есть здесь действительно взаимодействие между хирургами и неврологами это критический этап то есть неврологи должны понимать что они могут сделать со стимулятором как настроить параметры стимуляции для этого необходимо готовить неврологов для решения этой конкретной задачи без этого ничего не получится спасибо 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 спасибо